В Кабмине заявили, что к черным ящикам самолета Ан-26 пока нет доступа. Глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Урусский заявил, что доступа к бортовым самописцам самолета Ан-26, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, пока что нет. Они находятся в хвостовой части самолета. Об этом он рассказал в ходе внеочередного заседания Кабмина. Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших, заявил вице-премьер. Он отметил, что доступ к самописцам получат по завершению работ с телами погибших. Как только будут завершены работы с телами погибших, представители государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния, тогда мы сможем получить данные, рассказал Урусский. Напомним, глава комиссии также сообщил, что обломки самолета Ан-26 доставят на специальную площадку. Эксперты попытаются собрать самолет в исходное состояние. Как писала РБК Украина, военный самолет Ан-26 потерпел крушение вчера возле Чугуева в 20 часов 45 минут при совершении учебных полетов. На борту находились 27 человек, из них 20 – курсанты Харьковского военного университета. Погибли 26 человек. В офисе президента заявили, что место катастрофы будут обследовать еще минимум два дня.